Welcome, это снова я. На этот раз я заехал в магазин Big Motor. Тут находятся разного рода машины для продажи. БУ машины, новые машины, даже вот такие машины. Красивые. Но она, к сожалению, не продается, поэтому я не знаю, сколько она стоит. Так выглядит очень даже ничего. Может, тут клиент приехал. Неплохо выглядит. Так, ну что ж, пойдем посмотрим, что тут есть в наличии. Так, вот, например, Lexus. Но вот эти машины, они приехали на продажу. То есть, они еще не выставлены на продажу, их будут оценивать. Здесь вот стоянка для этих автомобилей. В целом, вот они выглядят очень даже хорошо, в хорошем состоянии. Не знаю, видно там нет. Даже вот такие есть, уже с обвесом, с небольшим. RX450. Островатая модель, конечно. Но это вот после рестайлинга. Так, пойдем посмотрим. Что тут есть? Сразу скажу, я не специалист в автомобилях, поэтому какие-либо там технические характеристики автомобилей я говорить вам не буду. Тем более, что здесь могут быть вполне тюнингованные автомобили. И что там на самом деле внутри стоит, только самому владельцу известно. Поэтому, в целом, так с виду я покажу, как оно выглядит снаружи. Под капот, естественно, я заклинуть не смогу, потому как у меня нет ключей от машины. И звать сюда консультанта и просить, чтобы он открывал каждый капот, тоже не имеет смысла. Потому как, если вы в Японии не собираетесь покупать автомобиль в данный момент, то спрашивать такие вещи, это будет грубо. То есть, неприлично такие вещи спрашивать в японских магазинах. И напрягать людей, если вы совершенно не собираетесь купать, а просто делать обзорное видео на магазин, что тут продается. И, конечно же, я сразу скажу, я не работаю в этом магазине, поэтому какие-либо вопросы по тому или иному автомобилю, сколько он стоит, какая комплектация, прошу не задавать. Потому как, в любом случае, у меня ответов на эти вопросы не будет. Вот так выглядит магазин Big Motor. Написано, что продают они. Точнее, не продают, но в данном наличии у них около 30 тысяч автомобилей. То есть, это большая сеть автомобилей по Японии, бэушных автомобилей. И продают они разного рода автомобили. Как спортивные автомобили, так и вот такие небольшие автомобили. Типа, вот, Мазда Демио, либо вот, Трезия, Субару. Данные автомобили должны быть, по идее, все открыты. Я не знаю, как тут, да, вот тут они открыты. Можно посмотреть, как внутри. Как тут сиденье потерто, или там руль. Магнитола вот, Кен вот стоит. Вот ключи, кстати. Чтоб заводить. Естественно, они все это вынимают потом. По вечеру, по вечеру. То есть, идут по всем машинам. Но, вот, кстати, вот в данном случае, этот автомобиль стоит 50 манов. То есть, это 500 тысяч йен. Такой вот автомобиль стоит, вот, Демио, Мазда. Миллион девяносто тысяч йен. Естественно, там особо ничего не будут писать. Там пишут пробег и год выпуска. А также год до какого, то есть, месяц до которого у него действует там страховка от завода. Вот, к примеру, вот, чтобы вам было понятно. Вот написано. 27, вот там видно, да? 27,9. То есть, это выпущено в сентябре. То есть, 15-го года. То есть, 27-й год по японскому календарю, это где-то 2015 год. То есть, сейчас идет 30-й год. Вот. И у него страховка действует, ну, то есть, от завода гарантия действует до 30-го, то есть, до 2018-го, 0,9-го, до сентября месяца. Пробег у него вот 32 тысячи километров. То есть, вот примерно так вот все это описано. Такая вот небольшая машинка. Toyota Aqua. Honda Fit. Тоже очень популярный, кстати, в России, тоже популярная модель. Достаточно много берут. Степвагон. Степвагон, конечно, многие знают, но вот это уже проданный. Я не знаю, как бы, по чем он, кстати, продавался. Тоже достаточно популярная модель. В Японии берут их часто. Эти тоже уже проданные автомобили. С этой стороны стоят микроавтобусы. Это вот HiS. Тоже очень популярная машина, как в Японии, так и за ее пределами. Она немного тюнингованная. То есть, вот обвес такой стоит внизу, юбка. Выпущена она была, то есть, 24-й год. 6 лет назад. 64 тысячи пробег у нее. То есть, это, ну, 6 лет от 2018 года. Чтобы, если вы вдруг будете смотреть в другом году, то есть, это будет, значит, уже другой год. Тоже. Вот так выглядит это все внутри. Там у них эти, как сказать, с доводчиками эти двери, по идее, должны быть. Но у этой нет почему-то. Видимо, комплектация бедненькая. Либо модель просто старая, поэтому еще не было этих функций. А и у них там сзади багажник. Большое отделение под багажник сделано. То есть, перегородка стоит. Но стоит, кстати, очень даже дорого. Для такой машины без наворотов, скажем так, даже без автоматического открывания дверей. Почти 2 миллиона. Дороговато. Ладно, пойдем посмотрим еще. Вот интересная модель. Honda Stream. 800 тысяч стоит. 21 год. Это 9 лет назад выпущено. То есть, это 2009 год. Вот так она выглядит. Big Motors, там все дела. Так. Что тут у них есть? Внутри. Ключи же вставлены. Там что-то подключено какое-то устройство input. Может быть, аудиосистема или еще что-то. В целом, салон неплохой здесь. Сидения такие, велюровые. Ну и руль тоже у нее, судя по всему, это уже тюнингованный какой-то. Хотя я не знаю. Может быть, комплектация такая изначально была. Кто его знает? Тут уже как бы только владелец знает. Ну или можно вынете пошариться. Посмотреть. Мне сейчас этим заниматься некогда. Так. Что у нас еще здесь есть? Неплохие тоже микроавтобусы. Это бокси. 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 Как бокси он здесь называется. По-японски он бокси читается. Вот так они выглядят. Тут даже вот есть тюнинг какой-то. С каемкой такой, с красной сделали. Вот внутри вот так все выглядит. В целом, неплохая машинка. Она такая компактная достаточно. То есть, хоть и микроавтобус, но все равно компактная. Даже вот по-русски написано. Сейчас посмотрим. Да, выпущена 3 года назад. То есть, в 15-м году. У нее даже до сих пор еще заводская гарантия действует. Всего 12 тысяч пробег. Практически не ездит. Как я уже говорил, в принципе, в Японии, как таковые машины, особо не покупают. Потому что ездить некогда. Просто некогда. А если ездить с семьей куда-то, то проще и дешевле взять автомобиль, ну как бы рентал. То есть, в аренду. И это будет гораздо выгоднее, гораздо дешевле. Чем содержать автомобиль. Так как, допустим, даже вот вы выбрали, например, вот такой автомобиль. Да, к примеру. Захотели его, как бы, это самое, купить. Вам нужно парковочное место. Парковочное место стоит в месяц примерно 30 тысяч иен. Это 15 тысяч рублей. Где-то так же. 15-17. Соответственно, вы покупаете это парковочное место. Бронируйте с этими бумагами, идете в магазин. И там уже можете покупать автомобиль. Без парковочного места вам автомобиль не продадут. Ну, если вы, конечно, его не собираетесь импортировать сразу. Вот это Вилфайр. Тоже хорошая машина. Даже какой-то освежитель сюда закинули. Так. Ну да, вот тут, как бы, сделан тюнинг небольшой на нем. Сидения вот такие тоже хорошие. Там телевизор. Вот этот вот с доводчиком. Вот хорошо. Автоматическое открывание, закрывание. Да, вот телек. Там сзади сиденья раскладывается, либо можно сделать багажное отделение. Но все равно Вилфайр, конечно, это немного бюджетненький автомобиль. По сравнению с Альфардом. Бюджетненький немного, скажем так. Либо это просто комплектация такая. Я не знаю. Может быть, в этом самом. А здесь автоматическое... Да, здесь даже автоматического открывания багажника нет. Да? Обычно в таких микроавтобусах там все автоматически полностью открывается. И багажник, и... Этот, как его называют, двери. Все полностью. Так, ну что ж, ладно. Пойдем дальше. Тут камера есть. Парктроник. Закрыл. Да, у нее доводчик стоит. Пойдем посмотрим. Пойдем.